Матч, я вот сейчас ребятам сказал, это, наверное, был один из наших худших матчей по содержанию в этом сезоне. Может быть, где-то недонастрой какой-то, что соперник внизу турнирной таблицы, не смогли мы где-то достучаться до ребят. И вот уже сколько продолжается, как приезжаем с выезда, первая домашняя игра у нас, к сожалению, не удается. Не знаю, с чем это связано, будем дальше работать, разбираться, но молодцы, что реализовали те немногие моменты, которые были. Сыграли на результат, всегда приятно заработать три очка, так что с победой всех. Как показалось, соперник особенно был близок к тому, чтобы переломить течение игры для себя. Во втором периоде, когда мы 3-0 повели, а спутник стал все чаще и чаще появляться у ворот Старостина, согласны? Ну, еще раз повторюсь, наверное, тот момент расслабления, где-то создали какой-то задел. Не все сегодня, Зина Пархоменко практически не было на поле. Они занимались ерундой, сейчас я им это и сказал. Может быть, еще раз повторюсь, это чисто элементарный недонастрой. Не все же команды надевать в Магнитку, в Челябинск, в Омск, чтобы ребята хорошо настраивались и отдавались целиком игре. Но хоть вы и недовольны игрой первого состава, тем не менее Луцев продолжает набирать. Денис, можно сказать, прерывал свою безголевую серию довольный? Ну, здесь, конечно, в первую очередь рад за него, потому что пацан очень переживал, мучился по сравнению с прошлым годом. И моменты есть, реализация. Там шнурок, там щиток, там чуть не доехал, тут переехал. Соответственно, это боязнь ошибиться, боязнь лишний раз бросить. Это, конечно, давило на парня. Сейчас, извини, с Пархоменко, с Караваем, ребята создают идеальные ситуации для него. Ну, в таких грешно промахиваться, но и он ожил. Савелия Малетина нет в составе по причине травмы? Да, пока, к сожалению, Савелий, вот, наверное, только день четвертый-пятый катается, занимается в общей группе. Не рискнули его ставить на эти матчи, думаем, управимся без него. Но к реактору возможно, возможно уже появление Савелия. Он рвется в бой, но, к сожалению, травма была достаточно серьезная и очень много пропустил парень. Так что не рискуем пока его здоровьем. Продолжение следует...